В Мирном переулке. Вот мы сейчас стоим как раз рядом с этими ромайными путями. Мирный переулок просматривается. Николай Александрович, учитывая, что вопрос много, наверняка вам задают, скажите, все-таки, вот к чему пришли, учитывая, что много жителей говорят о нежелательности демонтажа ромайных путей. У вас какие подходы, если можно, и какие развилки, решения, которые можно было бы принять с учетом мнения жителей и с ними обсудить. Скажите, пожалуйста, потому что наверняка эта тема ключевая и она многим интересна, решающая. На самом деле, совершенно правильно, два противоречивых мнения. Одна позиция горожан, которые проживают на этих улицах, они обращаются с тем, чтобы демонтировать эти. Трамвайные пути другая, группа, которая переживает за городской электротранспорт, говорит о том, что необходимо это сохранить. Гореса в два мнения. Что касается в целом Мирного переулка, если говорить про Гороэлектротранс, трамвайные маршруты. У нас четыре маршрута проходят через Мирный переулок. Это 9-й и 10-й, 9-й и 10-й это заводской и октябрьские районы. И два маршрута, 3-й и 11-й, это Ленинский и Киргский районы. С одной стороны, это было разворотное кальцио, технологичное для этих четырех маршрутов. С другой стороны, мы помним до пешеходной зоны проспекта Кирова, когда здесь ходил общественный транспорт. Это был транспортный хаб. Популярно пользовался крытый рынок, потому что это были продукты питания и одежда. И вот за эти последние годы, что на сегодняшний день факт мы имеем, чтобы принимать верное решение или предложить его горожанам. С одной стороны, эта точка стала по пассажиропотоку иная, чем было 30 и даже 20 лет назад. Пассажиров стало меньше. Самый пассажиро-емкий маршрут 3-й, часть заводчан с Ленинского района. Основное, там, где выходят наши горожане, это территория Синого рынка и улица Московская, там, где вузы имеются. Прямо перешел, сел на другой вид транспорта и поехал в любую часть города. С другой стороны, с развитием и проектированием проекта скоростного трамвая номер 3, мы понимаем, что скорость достигается, в первую очередь, это время с точки А в точку Б перевести наибольший пассажиропоток гаража. По техническому решению, по дороже транспортной схеме, которую зарабатывали институты, предложение сделать разворотные кольца у детского парка для третьего маршрута. И, конечно, мы понимаем, что сюда все равно доезжают, потому что это такая общественная территория. И мы планируем, что пешеход из-за вот этого конечной остановки будущего маршрута номер 3 скоростного, он должен сделать действие выйти и пересесть на какой-то другой общественный транспорт, чтобы доехать либо до Мирного переулка, либо до улицы Чапаева, потому что у нас там транспортные маршруты другие. И на сегодняшний день, вот как я уже сказал, есть два мнения. Первое мнение – демонтировать. И второе мнение – обеспечить все равно подвоз бесплатный для гаража за счет гор-электротранса. Мы просчитывали это буквально несколько единиц, если мы говорим про автобус. Но, Вячеслав Викторович, есть на сегодняшний день после встречи и после обсуждения третий вариант – это оставить трамвайные пути. И сделать этот подвоз в виде, как ретро, двумя составами, вагонами по малому кольцу бесплатно. С одной стороны, сочетание и оставить это разворотное кольцо, как целое поколение по нему и пользовались. С другой стороны, и у нас есть на Волжской, как уже памятник, наверное, история, так называемый трамвай Семен, но можно показать, как они до сих пор работают, привести их в порядок. А это будет такой туристический для гостей, может быть, функционал. С другой стороны, кому надо подъехать до Мирного переулка. Поэтому, Вячеслав Викторович, вот такие сейчас три предложения мы обсуждаем. Николай Семенович, мы договоримся, что вы эти три предложения будете обсуждать жителям, и только после этого вы не перешиваете. А со своей стороны вы скажете точку зрения. Было бы правильно, если мы говорим вообще о развитии экологического транспорта, об экотранспорте. И сегодня мы этим занимаемся. В ближайшее время 8-10 троллейбусов поступит. Я веду диалог для того, чтобы на будущий год обновлять трамвайный парк. Мы с вами в ближайшее время должны все-таки приступить к реализации, несмотря на ситуацию в экономике скоростного трамвая, реализации этого проекта в городе Сарат-Лян. В этой ситуации правильно было вот это разворотное кольцо, вот эти трамвайные пути по Мирному, и привести в порядок. В соответствии с новыми технологиями взять и подготовить основу. Это позволит нам снизить шумность. Посмотрите бесшовные конструкции по рельсам пути и сделайте так, чтобы здесь мог ходить любой транспорт, включая трамвай. При этом, чтобы, я еще раз подчеркиваю, у нас трамвайные пути соответствовали требованиям силочного дикса времени. Дальше можно было бы обсудить с жителями использование этих трамвайных пути. Что касается ретро-тамвая, особенно в части, где находится пересечение пешеходной зоны и стечение большого количества людей, возможно, это будет интересно. Но, совершенно очевидно, нам надо побороться за создание здесь, с одной стороны, такой комфортной среды, чтобы ближайшие дома не испытывали вот эту пыльность, грязь, которая летит из-под трамвая. Потому что рельсы и нежелевское пространство будут уже соответствовать всем требованиям, если мы модернизацию проведем. А с другой стороны, у нас здесь будет возможность запустить в том числе и ретро-тамвай, который будет даже очень, наверное, в этой части востребован. Все остальное обсуждается. Но, если вот какие-то, в то же время, основываясь на ваших вариантах, думаю, что нам надо будет осмотреть третий вариант. Сомбинированное составление однозначно трамвайных путей, но, еще раз вычеркну, их нельзя оставлять в том виде, как вот эти пути есть. Нужно отремонтировать, причем по новейшим технологиям, и обеспечить здесь как раз основу для того, чтобы люди рядом не испытывали ни шума, ни грязи. То есть, заняться надо будет трамвайными путями. А что касается автобуса, мы также с вами говорили, где газованность и все то, что имеет в отношении к упаковке газа, уходит. На то, что мы приходим как транспорт, и нам нужно так же с вами думать об этом. Здесь может быть и трамвай, здесь может быть и полегу, здесь может быть, как транспорт, в целом я про город, и транспорт с аккумуляторной тягой. Поэтому давайте идем с оборудованием. Да, хорошо, все хорошо. Мы обсуждать, потому что здесь опять правильно было бы жить и поговорить, и если всех устроить, нам в любом случае, завершая здесь работой по пешеходному маршруту, правильно было бы обратить внимание на Мирный переулок и все то, что связано с улицей Советской. Мы с вами только что говорили, что заниматься этим будем на будущий год. Все то, что относится к пешеходному кольцу, и территория, начиная с Московской, от вокзала до вокзала, и дальше уже по Аткарской, и мы с вами выходим на рабочую и замыкаем вот этот вот уже больший по площади массив второй саду. И выходим на рабочую. А следующий этап, это уже в Московской, в Асталово и также наиболее по Аткарской. Поэтому это большая работа, и она в себя будет включать, в том числе Мирный переулок и все то, что вокруг Мирного переулка. Но трамвайные пути, исходя из этого, можно было бы реконструировать, привести в нормативное состояние. И еще раз подчеркну, сделать здесь движение транспорта и экологичным, и бесшумным, и не будет ни пыли, ни грязи. Но при этом мы здесь можем совершенно спокойно запустить рекорды, как вы сказали, трамвайчиков. Будет хорошо. Как вы считаете, Семенович? Я думаю, что и считать абсолютно. Надо по этому пути идти и экотранспорт. Соответственно, надо максимально обсуждать, чтобы выбрать самый путь, который сегодня будет и современным. Совершенно правильно вы сказали по путям, чтобы, если мы их сохраняем, они все-таки соберутся. Если мы их демонтируем, мы потом уже их трамвать. Во-вторых, если мы будем с вами модернизировать вообще технический транспорт, то понятно, что мыши, сети максимально сжигают. А в маршрутах, какой трамвай, какой модификация будет ходить по этому маршруту, Вопрос второй. Вы можете это отсудить с людьми, с людьми, а не определяться в этой теме. Поэтому давайте из этого будем. Договорились, да?